Всем приветик! Суббота выходной. Мы с Машей решили, как всегда, куда в магазин. А что нам нужно? Ну, раз мы собираемся ехать отдыхать, на отдых нужны чемоданы. За вот эти 8 лет наши чемоданы, конечно, прохудились, и мы решили их поменять. Но вот какие мы возьмем чемоданы? Маша хочет пластиковую такую коробку. И мне кажется, что она чуть-чуть непрактичная, потому что там при плохом отношении к чемоданам в аэропортах, их там бросается страшной силой. Я думаю, что он просто может долго не продержаться. И потому я думаю, что лучше купить как бы обыкновенные, которых много чемоданов сейчас продают, вот таких вот текстильных. Ну, не знаю. Сейчас пойдем в магазин, посмотрим, что нам предложат наши магазины. И будут ли они дорогие, эти чемоданы? Не хочется, конечно, вбухать в чемодан 100 долларов. Но каких-то долларов 50 все равно придется выложить, если даже не 60. Будем надеяться, что нам повезет, и мы найдем что-то интересное и недорогое. А сейчас покажу вам наши улочки, зеленые, утопающие в зелени и в спокойствии. Но никто не ходит. Потому мы иногда скучаем за вот такой вот суетой, беготней моей той на улицах. Но ничего не поделаешь. За 8 лет мы привыкли уже и к такой жизни, хотя мы живем как бы и в центре города, центр возле нас, прямо рядом, рядом. Людей мы видим иногда, но видим, не очень в больших количествах, но видим. Скоро будет 4 июля, день независимости. И вот тогда на улицы выходят тысячи и тысячи жителей нашего городка. Все идут смотреть салют, фаерворка, как они тут говорят. И вот тогда мы уверены точно, что в этом городе еще кроме нас кто-то живет. А так вот, видите, все по домам, все отдыхают тихо и спокойно. Ну, деревня. Наверное, в деревнях не сильно и у нас там шастают люди. Все заняты своей работой. А если не работают, то, конечно, отдыхают. Потому что после работы хочется всегда отдохнуть. Тут то же самое. Люди работают. А иногда работают и далеко. Много времени тратятся на дорогу. Потому в выходные дни ходят только на закупки продуктов. Если есть дети, конечно, хотят отдохнуть дома с детьми. Ну, или дети вынуждают куда-то вообще выйти. Куда-то на природу с ними. Какие-то интересные места и заведения. А если люди взрослые, если не встречаются с друзьями, с близкими, с родственниками, то сидят дома у телевизоров. И кто не ходит даже по дорогам. Иногда утром, когда еду на работу, на пробежку выходят некоторые. Кому не нравится ходить там в джимы, в битнес-центры, бегают по дорогам. Так что, такие тут у нас дела. Нешастают тут американцы. Они все линдяи, может быть. А может быть, просто уставшие люди, которые работают по 10-12 часов, плюс которых еще дорога занимает по 3 часа в день. Плюс-минус. Куда ты потом захочешь пойти? Абсолютно никуда. А мы едем рядом лежащий городок. Ливингстон называется. Там есть интересные наши, как бы полюбившиеся нам давно, магазины. Стоковые. Где можно найти что-то, как бы, ну, в приличных ценах. А вот здесь у нас красные домики и вот это апартменты. Я даже не знаю, или это пабликс, которые дают, как бы, от города по сниженным ценам за... как они называются? Ливингстон. Социальные дома. Маша подсказывает. Маша подсказочка тут у меня уже. На которой мы тоже стали на очередь. Когда она до нас дойдет, не знаю. Дождемся ли мы ее, не знаю. Но на очереди стоим. И надежда умирает в последней. Где-нибудь да прорвемся. Разбог. Люди прорываются, конечно, стоят годами. Просто шара тут не проходит так быстро и просто. За шарой нужно побороться, пострадать. С собачками гуляют люди. О, какой водолаз. Лохматый. Не водолаз, Маша, а что это? Ротвеллер? Нет. А что? Как они называются тут? Эти собачки. Еще не сильные большие знатоки по собакам. Хотя собаку хотелось бы. Но раз не получается, значит еще не время. Окей, едем в магазин. Посмотрим, чем они нас сегодня удивят. Куча чемодана. Вот такие вот нотика. Вот такую коробку Маша хочет. Что-то я боюсь эту коробку вообще брать. Сколько оно? 70 долларов. Вот такой чемоданчик Маше понравился. Он 50. Был 83. Вот такой тоже 50. А был 83. Ну тут тоже много таких коробок. Они, наверное, сейчас в моде. Вот такие вот всякие разные. И желтые. Такое, чтобы далеко было видно. А вот от Бебе. Такой цветной маленький. Ну я что-то боюсь, чтобы вот это не лопло. Ну такой мне Гес больше нравится. Он 60. Тоже маленький. Ручная кладь. Мы хотим чемоданы под ручную кладь. Вот этот 60 интересный. Тоже в Гес. Вот такие черные простые по 70. Такие у нас были. Вот такого типа. Машечка такой. Вот такие малиновые даже есть. Тоже от Гес. Вот такой тоже цвет. Медный какой-то красивый. И красные. И цветные. И серые. Вот такие здоровенные, как будто шкаф. С цветочками, с узорами всякими. Вот такой. Короче, чемоданов полно. Вот этот красивый с фламинго. Джессика Симпсон. Такой интересный. Мистику. Со слонами, с собыми, с ананасами. Очень много людей, кстати, сейчас выбирает тоже чемоданы. Очень много. Вот такой интересный. С флажками. Вот этот тоже интересный. Натико с корабликами. Семьдесят. Ну, такой большой нам не нужен. Нам нечего носить в таком лучшем чемодане. Наверное, кто вообще переезжает, складываться нужно. Вот такой вот. Вот этот тоже большой. Это, наверное, не ручная кладь. Семьдесят. Вот этот уже уценен. Насколько? Пятьдесят шесть. Маленький. И еще один. Главное, чтобы эти колесики были надежные. То они совсем как у детской коляски. Красивые цвета сейчас есть. Сейчас их понавозили. Видно сезон. Ну, все. Возвращаемся мы. Взяли чемоданы. Взяли, как говорится, ну, на первый случай сойдет. А потом, если нужно будет, Маша себе купит какой-то другой. Сейчас сезон. Чемоданы как бы уходят со скоростью света. И как бы остались, ну, много, конечно, чемоданов, но цены приличные. Семьдесят, восемьдесят долларов чемодан. Мы взяли по пятьдесят два. Разных цветов, но одной и той же фирмы. Одного и того же бренда. Попробуем пользоваться сначала ими. Если Маше придется ехать куда-то в дорогу, она себе возьмет другой чемодан. Сейчас мы приедем домой, я вам покажу. Мы ведь собираемся ехать еще и через неделю. Мы отправляемся в Бостон. Конечно, много чемоданов нам туда не надо. Много вещей брать не будем, потому что мы едем только на сутки. Так можно сказать, да? Где-то на два дня, одну ночь. Так что хватит этих нам чемоданов туда. А во Флориду поедем мы через два месяца. Но я думаю, что мы справимся с этими двумя чемоданами. Каждому по чемодану, я думаю, что это too much. Потому что во Флориде нужны летние вещи, которые занимают мало места. И сколько там тех машинных вещей, моих, степаных. Хватит нам два вот таких вот небольших чемодана. Это будет ручная кладь, чтобы не сдавать в багаж. Чемоданчики такие компактные, мобильные, хорошо вертятся вокруг себя, с ручкой, на четырех колесиках. Ну, короче, у нас таких еще не было. У нас были такие чуть-чуть чемоданы попроще. И вообще такие ручки, traveling bag, которые нужно носить. Ну, так как мы уже тут стали сильно все крутыми, носить не хочем, пришлось купить чемоданы. Выбросили сотню. It's ok, сотни это еще не такие большие деньги. Как бы за восемь лет мы не покупали себе еще чемоданы. Сейчас мы едем через город Ча, там тоже город такой себе симпатичный. Ну, тоже такая себе деревушка. Дорогостоящая. Здесь и ренты дорогие, и дома здесь дорогие. Пробуем сейчас прицениться квартирам, которые можно снять. Тоже все очень дорого и не в очень большом количестве, чтобы снять апартменты где-то в доме жилом. Большинство апартментов в комьюнити. Уже вечерок у нас. Восемь часов, начало девятого. Мы возвращаемся в своих похождении по магазинам. Ну, вот такие два красавца мы взяли. Один красный, один синий. по 50 долларов каждый. Небольшие они, маленькие, компактные. Вот они сколько стоят. А стоило не 100 долларов. 50 долларов они на сейле. Три года гарантия даже. Вот такие. Все, а мы домой отдыхать. Всем пока. Бай-бай.